Я буду говорить как представитель франшизы и одновременно я вам говорю о том, что у меня есть два личных салона, поэтому если у вас есть вопросы какие-то лично по моему управлению или работе с персоналом, вы их можете задать. Мне кажется, что вопрос, который сегодня не поднимался, но который очень важен, это как мы ищем персонал. Вот, например, как вы и где вы ищете персонал. Потому что все говорят уже о том, что вот пришел к нам потенциальный соискатель, с которым мы ведем беседу. Значит, Жен-Луя Давид существует на рынке пять лет, и в следующем году будет пять лет первому салону, который открыт в ГУМе. И когда, конечно, мы открывали первый салон, то мы искали мастеров повсюду, и к нам приходило очень-очень много людей. И я могу сказать, что для открытия первого салона пришлось искать или больше ста человек, из которых были отобраны десять. Сейчас, когда, например, я лично готова открыть третий собственный салон, я его не открываю по одной простой причине, что я просто боюсь даже подумать о том, где искать персонал. Но за эти пять лет я могу сказать, что я считаю, что наиболее эффективный метод поиска персоналов – это все-таки сайты и социальные сети. Потому что ни работа с хедхантерами, ни Mail, ни работа Mail.ru, ни Superjob, несмотря на то, что было очень много соискателей, никогда не позволили мне найти сотрудника в свои собственные салоны. И последние два года показывают, что те люди, которые ко мне приходят и которые остаются, это те люди, которые пришли осознанно, уже получив информацию и имеют желание работать в салонах Жан-Луи Давид, которые, естественно, безусловно известны, и, мне кажется, в России имеют все больше и больше узнаваемости. И это один из самых главных вопросов. Очень жалко, что я в чём не присутствовала, потому что у вас был представитель хедхантера. Буквально на днях я опять обратилась в Superjob, потому что сейчас ещё администраторы у меня тоже беременные, и решила посмотреть, кто там есть. Их там очень много, соискателей. Но я могу сказать, что сайты работают очень некорректно и не проводят предварительный отбор даже просто по резюме, который они принимают. И поэтому, когда мы вводим соискатель парикмахер-стилист, мы получаем всех, включая курьера. Это первое. Второе. Очень важно, естественно, когда мы встречаемся с соискателем. После того, как мы получили уже резюме, мы никогда не встречаемся с соискателем до получения резюме с фотографией. И это касается как моих собственных салонов, так и салонов, которые открываются по франшизе, потому что каждый салон, который открывается, мы всегда размещаем на нашем сайте рекламу, что открывающийся салон в Магнитогорске приглашаются стилисты. Мы работаем только с универсалами, опыт работы которых составляет от 3 до 5 лет, не менее. И после того, как приходят соискатели, я опять-таки не соглашусь с Эдуардом, наверное, он парикмахер, и поэтому у него свое видение на процесс работы салона. Я считаю, что сейчас, но это не только в этой стране, я думаю, что, наверное, все-таки это мировая проблема, индустрия красоты превратилась в фабрику. И сегодня люди не хотят больше быть ремесленниками. И они не хотят быть больше парикмахерами, которые должны стоять, которые должны стричь, которые должны заниматься волосами. И они не хотят быть мастерами маникюра, администраторами. То есть администраторы даже сразу говорят о том, что они хотят стать управляющим. Но когда ты начинаешь спрашивать, что в их понимании делают управляющие, это всегда очень общие фразы. Первый вопрос, который обычно задают все соискатели, приходящие на интервью, какой процент? И это удивительно. Да, я соглашусь с тем, что Игорь говорил или Эдуард кто-то говорил, что они не умеют читать, плохо считают. Но этот вопрос появляется до того, когда они спрашивают стоимость услуг. И когда я слышу этот вопрос, например, я начинаю очень сильно нервничать. Моя нервная система, она, видимо, уже так немного расшатана над этим количеством тысячи, я не знаю, там десятками тысяч людей, которых мне приходится отсматривать для своих салонов и для открывающихся салонов. И поэтому, когда я слышу вопрос, какой процент, я с этим кандидатом просто не встречаюсь. Потому что мне не о чем говорить. Потому что процент маникюр может стоить 500 рублей, или он может стоить 4000 рублей. И точно так же стрижка может стоить 1000 рублей, и она может стоить 5000. И чеки средние тоже разные. Это, мне кажется, вторая проблема, что действительно все сейчас пытаются зарабатывать деньги. Мне очень приятно было видеть презентацию салонов Майя. И я, конечно, тоже могу сказать, что у нас очень сильная корпоративная культура. И, конечно же, франчайзинг проще тем, что в франчайзинге ты не должен изобретать велосипед. Ты просто выбираешь, берешь велосипед, и потом ты уже меняешь, может быть, цвет колес, спиц или кожи. И он у тебя уже едет. Поэтому, конечно же, у тебя достаточно много есть источников, каких-то дополнительных знаний или советов, которые ты можешь получить. И у нас есть одно из ноу-хаузов. Ну, David, это гиперсервис, в котором прописывается, как должен работать каждый сотрудник салона. Начиная от администратора, потому что там прописано, что он должен отвечать на телефонный звонок с улыбкой, и заканчивая, где должен стоять парикмахер, когда он начинает справа, слева, где он должен заканчивать, как должны встречать, как должны провожать и прочее, прочее, прочее. И, естественно, каждый сотрудник, который начинает работать, он знакомится. Но до того, как он даже знакомится с нашими, скажем, правилами работы, по крайней мере, для своих сотрудников, я всегда, я могу им сказать, что я не работаю с теми людьми, которые работают на дому. Это было очень сложно. Но сегодня у меня нет ни одного сотрудника, который работает на дому. Потому что я всегда говорю об уважении. И я говорю о том, что в первую очередь они должны научиться уважать себя. И к известному парикмахер никогда не поедет на дом. Понимаете? Если мы попросим Фрателя Розетти, не знаю, или там Кристофа Раба, да? Вот давайте скажем, да, Эдуард. Пока не забыл. Пока не забыл. Когда я работал в команде, да, и мои парикмахеры пытались выехать кому-то, я об этом узнал. Я сделал простую вещь. Я не сказал им, что они гады. Я сказал им, знаете, что я когда собрал там подсобки, я сказал, вы тупые. Они посмотрели на меня и спрашивали, почему они, мы тупые. Я говорю, вы понимаете, вы же пытаетесь выехать, да, из-за половины стоимости, да, обслужить, да, и вот это. Я им сказал, ребят, во-первых, вы попали раз на деньги, во-вторых, вы потеряли свое уважение. Просто потеряли в глазах клиента уважение. Он вас не уважает. На них это серьезно подействовало. Вас вызвали, а они к вам пришли. Нет, уважение они потеряли не в этом, а в том, что клиент видит, как вы обманываете этот салон, куда он ходил много лет. Вот в чем было подстава вся. Я им это объяснил, вот прям, вот прям, понимаете? И потом я им сказал, хотите ездить? Они, хотим. Я говорю, хотите, я вам сделаю эту услугу? Они, хотим. Три конца. Они, как три конца? Я говорю, это моя забота, как? И когда клиент обратился ко мне, а можно выехать на дом, я им сказал, а вы, к ним обращался, а вы к Эдуарду Николаевичу подойдите? И вопрос был решен. И реально, ребята выезжали куда-то там на Рублевку, и три конца, понимаете, да? И салон зарабатывал, и они зарабатывали, и было уважение при этом. Просто потрясающе. Клиенты знали, что мы. Спасибо, Эдуард. Ну, вы знаете, я, конечно, могу... Это взгляд, это взгляд... Да, Эдуард, я просто бы поаплодировала бы ему, если бы у меня в руках не было микрофона. И скажу, что... Да, если ему это удалось, и его персонал на слова о том, что об уважении, на слова об уважении перестали ездить на дом, это, конечно, прекрасно. Я могу сказать, что это был длительный процесс, да, борьбы с домашними выездами. И тройной прескурант на выезд действительно существует в наших салонах. Да, у нас есть либо двойной прескурант, либо тройной, это в зависимости от того, куда мы выезжаем. И у нас есть клиенты, да, которые, соответственно, пользуются этим прескурантом. Но это не значит, что все тут же согласились выезжать за прескурантом. Да, понятно. И когда вы говорите о том, Эдуард, что они выезжают не за деньги, а ради атмосферы, ради общения, я с этим абсолютно не соглашусь. Нет, нет, мы говорили про надомную работу дома, а не про выезд. Нет, а я говорю про надомную работу дома. То есть, предположим, они работают 2-2 у тебя, а 2 остальные дня они, соответственно, бегают по клиентам, кратят, там, стригут и прочее. 50 на 50. Сейчас, давайте. И атмосферы. Эдик, давайте Таня. Я сейчас говорю про работу. Таня, какой ваш взгляд, почему они это делают? Я считаю, что они делают это ради денег. Значит, я могу сказать, что вообще это очень интересный бизнес, да. Я в индустрии красоты много-много лет, уже больше 15, но никогда не думала, что мой бизнес будет связан с институтами красоты, с открытием салонов красоты. И более того, если бы я это знала, я бы открыла бы когда-то, и на этом, наверное, успокоилась, и все. В этом бизнесе есть один большой недостаток. Это люди, с которыми приходится работать. Да, и поэтому, к сожалению, я не хочу никого обидеть, Эдуард. Да, значит, но, тем не менее, контингент, с которым приходится работать, да, это самое неприятное, что есть в этом бизнесе. Дальше, соответственно, это уже как мы работаем с персоналом для того, чтобы получить команду своей мечты. Значит, я командный человек, и поэтому я никогда не принимаю на работу человека, который одиночка работает сам по себе. И всегда моя задача является создать коллектив, который будет работать сплоченно, предлагая услуги, соответственно, всех других стилистов, которые будут работать не на дому. Это прям является, вот я могу сказать, что полгода назад я уволила самого стильного стилиста одного из салонов, у которого было просто минимум 5-6-7 клиентов в день. Я уволила его просто в течение 15 минут. Я сказала, что вы у меня больше не работаете. Только потому, что он работал. То есть я узнала, что он работает в других местах. Значит, естественно, корпоративная культура — это одно. И мы им рассказываем о том, например, я им рассказываю о том, что Жан Луидавид — великий человек. И, конечно, естественно, на всех салонах, что это крупнейшая сеть в мире. Дальше есть реальность. И от лирики мы переходим к практике. Наконец-таки мы нашли стилистов, парикмахеров, администраторов, которые начали с нами работать. Но дальше это ежедневный труд. Опять-таки скажу, что я начинала, и у меня был управляющий, когда мы открывали первый салон. Сегодня в моих салонах управляющих нет. Я поняла, что мне легче управлять самой. Несмотря на то, что я очень занятый человек и вообще не имею свободного времени, потому что помимо франшизы Жан Луидавид, два салона, двое маленьких детей. Я еще имею хобби, которое стало де-факто профессией. Я пишу о красоте. Кто-то, наверное, знает, что у меня два года была колонка в журнале «Окей». Сейчас я пишу 247. Я веду ежедневно, обновляю пять страниц на Фейсбуке, потому что я считаю, что Фейсбук – это самая эффективная площадка, которую нам дает реальных клиентов. То есть на сегодняшний день, по крайней мере, то, что мы видим в салонах Жан Луидавид, большая часть новых клиентов приходит именно не после прочтения журналов или еще что-то. Это все-таки Фейсбук и социальные сети. И поэтому, конечно же, мне бы тоже в идеале хотелось бы найти кого-то, кто бы управлял. Значит, сложно. Тем более, если вы директора салонов или владельцы этого салона, это ваш бизнес. И если вы хотите зарабатывать, то все-таки, мне кажется, этим нужно заниматься самому. Но если это, конечно, позволяет количество этих салонов. Мы сейчас не берем сеть, которая имеет 10 салонов и больше. Если это один владелец, конечно, тогда в этом случае сложно. С персоналом теперь поднимался такой вопрос. Конечно же, все обещают, все клянутся и все говорят о том, что они будут работать по вашим правилам. Но, конечно же, никто эти правила не соблюдает. И для того, чтобы добиться… Вот буквально я могу сказать, что сегодня утром, после пробежки в нескучном саду, я забежала в салон в 8 утра ровно. Они открываются в 8. И, конечно же, стилист дежурный в 8 утра, он опоздал. Как мы с этим боремся? Хотя мне казалось, что это бывает сейчас уже крайне редко, что очень радостно. Конечно, мы не имеем права штрафовать. Но, с другой стороны, я всегда говорю, вы имеете право обманывать, просыпать, не выходить, не приходить. То есть вы имеете право, да, и российский закон это поддерживает. Это мои личные салоны. Я считаю, что в своих личных салонах я имею право установить свои правила, с которыми я знакомлю сразу же при приеме на работу. И я могу сказать, что я штрафую. Я увольняю. Независимо от того, насколько ценен этот специалист. Потому что ценный специалист, который не следует вашим правилам, это мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. И поэтому я всегда говорю, что лучше удалить рак в начальной степени, чем бороться с метастазами. Так, что я вам хотела еще сказать? Значит, мотивация и обучение. Безусловно, конечно же, очень важно думать о том, что мы можем предложить сотрудникам. Потому что мы все хотим иметь самых лучших, но, как мы видим, например, или слышим из уст парикмахеров, они смотрят на нас, они видят нас разными дирижерами, и, соответственно, они тоже выбирают и хотят выбрать того, с кем они хотят остаться. Я вообще считаю, что это, в принципе, момент, когда ты начинаешь с кем-то работать, как первая брачная ночь. И либо ты остаешься надолго, либо, соответственно, просто случается маленьким таким приключением. Безусловно, сила жену и Давида в том, что мы предлагаем достаточно серьезную поддержку. Безусловно, я не могу сказать, что мы предлагаем все, что мне бы хотелось бы предложить, потому что компания еще очень маленькая. Мы не имеем возможности открыть школу, пока не будет 20 салонов. На сегодняшний день в России 9 салонов, хотя было подписано 12 контрактов. И те, кто занимается франчайзингом или кто начинает заниматься франчайзингом, могу сказать, что это очень сложный труд, потому что найти правильного партнера, который будет уважать все требования, контракты, которые прописаны на 48 страницах, где есть обязательства и бьюти-альянса, и, соответственно, покупающие страны, и продающие, это вначале мы все, когда женимся, мы хотим жить вечно. Но потом начинаются разногласия. Бьюти-альянс, безусловно, очень активно мы работаем с компанией Лореаль. И Лореаль для нас – это генеральный партнер во всем мире. Точно так же, как для Лореаль, группа «Провальянс», которая принадлежит Жану и Давид, это партнер номер один во всем мире, ну, учитывая количество марок и учитывая количество салонов. Мне удалось с Лореалем построить такие отношения, что сегодня я могу сказать, что это действительно удовольствие в деталях. Я могу выделить эту компанию как прекрасного поставщика. Я могу сказать, что мне очень нравится их программа обучения. И для, конечно, Жану и Давида, для салона, все обучения бесплатно, независимо, сколько их. Два раза в году проходит аттестация всех сотрудников, на основе которой, соответственно, делаются замечания, корректировки, из которых мы следуем и проводим либо дальнейшее обучение. И помимо того, что и так наши мастера мотивированы тем, что они работают по техникам ноу-хау Жану и Давида, то есть как бы все, кто работает в Салону Жану и Давида, прошли обязательно обучение и проходят ежегодное обучение либо у российских специалистов, либо у французских специалистов. И лучшие стилисты ездят два раза в год на обучение во Францию во время представления новых тенденций. Помимо этого, с компанией Лореаль мы ежегодно проводим, в этом году, это вот моя такая заслуга, это будут уже три конкурса. Если, например, предыдущие два года это были конкурсы ИНОА, и победители этих конкурсов уезжали на обучение, приз у меня в сети – это всегда обучение. Я вам скажу честно, может быть, я не права. И я знаю, что когда Керастаз проводил какой-то конкурс и поездка в приз был, нет, не Париж, а Турция, боже, продажи зашкалили, потому что вот это вот ощущение потного тела, купальники, белые посрепущенные шорты, джинсы и прочее, безусловно, это все приятно. Но я говорю о том, что это вы все можете иметь каждые три месяца, каждые шесть месяцев, если вы хорошо зарабатываете. Вот важно заметить, что на собеседовании я всегда говорю о том, что меня не интересуют мастера-стилисты, парикмахеры, которые хотят зарабатывать меньше 100 тысяч рублей. То есть они мне в принципе неинтересны и невыгодны. И когда я получаю резюме, я не встречаюсь с людьми, которые ставят планку 30 тысяч, я смотрю только от 60 и выше, потому что меня интересуют люди со здоровыми амбициями. Дальше вопрос амбиций здоровых – это уже другой вопрос, просто я знаю, что у нас есть выступающие, и время, и мы опаздываем, поэтому… А можно, могу я вас попросить сказать… Сейчас, 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 сейчас… Сейчас скажу. Три вещи от Татьяны Рогаченко, которые ей важно сейчас сказать для вот этой аудитории. Ну, вы знаете, наверное, важнее всего мне даже сказать будет одну вещь. Давайте. Это постоянная, ежедневная работа с персоналом. Работа с персоналом. Значит, на ваш ответ о том, что они лучшие, значит, они сейчас все лучшие, да, и во всем мире они считают себя лучшими. Но здесь как раз-таки работа с персоналом, почему это важнее всего? Потому что вы должны доносить ваш месседж, то есть ваше послание, как вы хотите видеть работу вашего персонала в ваших салонах. Вы знаете, мне повезло, потому что в своей жизни я знакома с очень многими великими парикмахерами. Да, я лично знаю Де Санджа, хотя он уже в преклонном возрасте. И я помню, когда я с ним познакомилась, мне было 25 лет. И тогда он сказал одну вещь, которую я запомнила на всю жизнь, которую не перестаю повторять своим парикмахером. Парикмахер причесывает не волосы, парикмахер причесывает настроение. Понимаете? И самое главное, то есть наладить работу персонала так, чтобы ваши салоны клиенты возвращались с удовольствием, да? С удовольствием. И вот могу сразу же еще сказать, что ошибка российского рынка чаще всего пытается привлечь клиентов на какие-то новинки. На самом деле это все иллюзия. Клиента можно привлечь только на постоянное качество, на высокий профессионализм и на высочайший сервис. И если вам удастся добиться этого от вашего персонала, то ваши салоны всегда будут успешны. Кризис я переживала. Я могу сказать, что буквально полтора года назад я потеряла весь сон. Это было накануне Нового года, в декабре. Я мечтала только об одном, чтобы я проснулась утром и не было моего салона на Ленинском проспекте. Вот просто, чтобы он исчез. Исчез. В какой-то момент я была готова забыть о инвестициях, а открытие салона женой Давида достаточно весомые инвестиции. И хотела просто сказать, что это была просто моя ошибка, этих денег у меня никогда не было. И это я тоже проходила. Я могу сказать, что все-таки взявшись на него в феврале, в сентябре я вывела его на ноль. И для меня это была победа. Можно ли сказать, что вы из кризиса вышли вот этой своей постоянной таким фокусом внимания, входя в эту проблему? Только персоналом. Персоналом. И это, и я еще две вещи, причесать настроение и качество и сервис записал. Ну, не знаю. Главное, это все-таки ежедневно, постоянно, но не ежедневно. Это не значит, что я ежедневно. То есть я не ежедневно. Хотя они знают, что я ежедневно с ними. Я для них и муза, я для них и стерва, я для них не знаю кто. Это все зависит, опять-таки, от восприятия, от той картинки. Но они знают, я всегда говорю, что я хочу, вы работаете, я хочу сделать эти салоны лучшими не только в Москве, и не только в России. И я хочу работать только с лучшими. И если вы хотите быть лучшими, то тогда это Жанну и Давид. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.